Благодарю 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 Ничего удивительного, вернее, непонятного. Кефалумия единственное место в мире, где ядовитые просмекающиеся во время праздника никому не наносят вреда. Их можно гладить, играть с ними и ощущать себя в гармонии рая. И непроизводно начинать думать, осмысливать, почему Господь в Бог попускает такое чудо. Что за сила делает несущих в себе смертельный яд змеи ручными, безобидными по отношению к сотням людей различных возрастов и профессий из многих стран мира? Интересен еще и тот факт, что в те годы, когда змеи не сползали с гор, на острове происходили несчастья. Например, в 1943 году во время фашистской оккупации гитлорусы расстреляли по одному человеку из каждой семьи. В год перед землетрясением или засухой змейки тоже не являлись людям. Литургия окончена. Змеи сползают со своей излюбленной иконой и покидают церковь. Они стараются как можно быстрее приползти дорогу и скрыться в родных корах. Вместные жители предупреждают туристов, что это уже другие творы. К ним нельзя приближаться и тем более трогаться. Теперь это страшные, ядовитые змеи, и не стоит играть судьбой прятки. Богородичные змейки покинули людское поселение и появятся здесь снова ровно через год. А нам, свидетелям случившегося, остается сказать простую бананную вещь. «Всякое Божье чудо бывает для того, чтобы люди вспоминали о Боге и своей гордыне не забывали Творца». Человек познает сей мир с помощью основных пяти чувств, заложенных в него. Отвязанием, вкусом, слухом, обонянием и срами. Нам трудно, почти невозможно поверить на слово. Чтобы убедиться в истине, мы должны потрогать, попробовать на вкус, услышать, понюхать или увидеть. И здесь Творец жизни не хочет оставлять нас один на один с нашей верой. Ищущим, сомневающимся, заблудшим, он наглядно демонстрирует свое величие. С первых годов существования христианства наблюдаются удивительные факты выделения мощами святых и их иконами маслянистой жидкости, восхитительного аромата, которые, к тому же, имеют и лечебные свойства. Так, например, известен факт перенесения мощей святого Николая Мерликийского, известного в России как Николая Чудотворца. Из Мерликий в итальянский город Бары, где они по ним и находятся. Когда гроб с мощами открывали, собравшиеся были поражения увиденными. Мощи святого Николая плавали в мире, распространяя при этом неземное благоухание. Что такое? Мир это чем? Согласно большой советской энциклопедии, мира есть искусственно приготовленная маслянистая душистая масс, употребляемая в христианских церковных обрядах. Точнее, церковным таинствами мира по-настоящему. С одной стороны, это так. Но есть и другое мир, которое готовит сам Господь. И это второе мир содержит в себе белок. А белок, доказано, есть основной элемент всего живого на Земле. Учитывая это, давайте задумаемся над вопросом, что же такое иконы или фрески? Только лишь произведение искусства, или в первую очередь живое окно к Богу, объяснение которому материалистическая наука не существует. Что же это за явление природы? Иротеченные иконы, их слезы и кровь. В Креции на острове Андрос есть фреска Божьей Матери, которая в зависимости от грядущих земных событий реагирует на них, словно предупреждая людей подумать о смысле человеческой жизни. Апрел 1986 года. Настоятель церкви замечает капельки живой крови, иступившей на иконы. С каждым днем кровотечение усиливается, и мир облетает страшную весь взрыв над Чернобыльской АЭС. Смерть и горы приносит это событие половине Европы. Проходит всего два дня, из иконы начинает длиться благоуханная мира. Спустя 11 лет монастырь для поклонения посещает брат Иосиф Муниос, известный проповедник христианства, владелец Иверско-Манрианско-Миропочивой иконы Божьей Матери. На церковной иконе появляются слезы, явно и медленно текущие из глаз. Увидев это, Иосиф произносит, «Я чувствую, что-то произойдет». А местный монах как бы подтверждает, что икона плачет, когда что-то страшное происходит, или должно произойти. Через несколько дней в Афинах он принимает мученическую смерть от рук злодеев, желающих его подвигу в деле распространения христианской веры в мире. Первый год третьего тысячелетия. Из глаз в хрестке Божьей Матери обильно, словно дождь, начинают истекать слезы. Видимо, оплакивает она, неведомая пока еще никому в мире многочисленной, без вины и жертвы. Но что, что страшное должно случиться, чтобы визвать такой поток слез? Ответ приходит слишком быстро. 11 сентября, США, Нью-Йорк. Жертвами теракта остановится несколько тысяч человек. Сегодня мы можем видеть почерневшие, как у живого человека, уставшие от слез, корья и крови, глаза на иконы Божьей Матери. И вопрос, Когда же мы сами начнем проливать слезы раскаяния за свои мысли и поступки, несущие в себе слов? Обычная московская квартира. Сюда лишь на несколько дней привезли с оренбургской земли несколько мироточивых икон. Как рассел покрыли капли и благодатной маслянистой жидкости, лики спасителя и бога Матери. И сколько их не вытирая, прикасаясь к губам и лбам, они не иссякают. А вопреки земной логики берутся вновь и вновь, нарушая тем самым закон физики. Ничто не исчезает бесследно и не возникает из ничего. Конечно, можно возразить, что миры появляются из бумажных или деревянных, или еще копеек икон. Но в этом случае придется признать, что эти иконы не просто картинки, а реально дышащие в нашем материальном мире святыми. Всего лишь день присутствовали эти мироточивые иконы в доме на одном из московских проспектов. Над этими привезенными иконами на стене висела икона Николая Чудотворца. Менее чем через сутки она тоже начала благоухать и заливать мир. Бумажная икона Иисуса Христа. Полторы года назад на ней появились следы крови, что всех привело к сметению. В день начала войны в Сербии на руке Спасителя образовалась язва, из которой потекла кровь. Позже кровь потекла и из головы. А сегодня ее образ изменился до неузнаваемости. Секонный бил взят сосков и произведены химические анализы. Один показал, что кровь не имеет в группе. Второй поставил четкий диагноз. Крупа крови четвертая. Но самое интересное, оба экспертизы выявили содержание крови плазмы, то есть живой субстанции. Кровавыми слезами плачет Спасителем, плачет за нашими вериями. Не навысь. И желание помнить исполнять самые простые заповеди. Не упри, не укради, а зруби брата твоего. И лють о его слозе и кровь в общую чашу божественного терпения. И не дай Бог, когда на весах небесного правосудия эта чаша станет легче той, в которой человеческая нынновость и людское неверие. Но еще есть время спасти наш мир. Покаянся, братья и сестры. Небольшой провинциальный городок, как и несметным количеством разбросаны по всей Руси Великой. На Узгорочке, как и положено в России, стоит церковь, словно вымернула из омута богоборческих времен. Правда, прихожан здесь всего несколько человек, хотя в городке проживает без малого десять тысяч. На окраине города типовая пятиэтажка, таких в русской глубинке десятки тысяч. Но в этом обычном помилном доме происходит явление, которое в пору назвать знамением Божиим. Крохотные светилки хозяйки размером не более восьми квадратных метров на стенах, на диване, шкафу, сталь, тумбочке. Около четырехсот икон и все они мира точат, издавая неземное благоухание. Причем, что уж совсем не вмещается человеческое сознание. Эти чудеса происходят с деревянными, фотографическими, картонными, бумажными и металлическими образками. Фотография иконы преподобного Александра Свирского. Фактически плавает мира, той же самой и источающей. В этом деревянном кресте размером не более тридцати сантиметров за полчаса накапливается до пятьдесят грамм мира. Причем, когда крест полен, мира не переливает через края, а как бы и останавливается. Стоит его немного использовать для исцеления или благословения, процесс выработки этого прекрасного неземного вещества моментально возобновляется. Обычный крест из обычного металла. Бездушный материал по воле Божьей стал живым и отущевленным. А то, что происходит с деревянной иконой иверской богоматери, не поддается никакому земному познанию. Мира появляется на ней в виде маленьких кейзеров. Причем бьют они с обоих сторон иконик. А вот и капелка крови, упавшая с лика, такое подвластно только небесным силам и показывается людям. Чтобы они уверовали, помнили, что без Божьего попущения ничего не происходит. Даже волос из головы выпасть не может. Смотрите на чудеса, радуйтесь, удивляйтесь и не забывайте постоянно твердить «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Эта комнатка теперь еще стала известна и как необычная реставрационная мастерская. А главный художник сам Господь Бог. Да-да, не удивляйтесь, сюда приносят старые потерпы обгоревшие коми. Проходит несколько месяцев и краски на них обновляются. Цвет меняется, появляются новые узоры и линии. А здесь, в левом нижнем углу прорабатываются детали, которые никогда не прорисовывались в школах иконописи. Посмотрите на икону царя великомученика Николая II. Видите, как у него просветлены лоб и руки? А капелки на лбу пульсируют, как живые. Так что мы вас не обманули, невидимо, нерукотворно создатель творит великое чудо. Теперь в этой маленькой квартирке всегда много людей, которые хотят своими глазами воочию увидеть чудеса и приложиться к целебному миру. Паломники едут со всех концов страны, а вот местные они пытаются найти причину, обосновать свое нежелание наблюдать чудо. Почти десять тысяч живущих без молитвы, покаяния, причастия может бояться осознаться, что чудеса действуют, и даются людям, чтобы не задумывались со смысла бития, усмирили свою непомерную гордыню, всезнайство и вседозволенность. Это взгляд чуда значит признать его нерукотворность, признать, что это исходит не от человека, а от Бога. А коли так, придется менять привычный и уютный образ мышления и жизни. Мы приехали в одно из односкольких деревьев, чтобы снять на камеру великое зимнее чудо. Но об этом мы расскажем чуть позже, потому что в этот зен нам удалось запечатать и то, о чем мы и думать не могли. Итак, в Акровская церковь идет вечерняя праздничная служба. Ближе к ее концу батюшка неожиданно нам вон выносит для поклонения верующим икону царственных новомучеников. Она начала мироточить во время службы. Десятки верующих неверия своим глазам пропискиваются к иконе, чтобы получить благословение и своими собственными глазами увидеть стройки мира. Позже мы узнаем, что многие читали, слышали и верят в мироточение, но лишь редкие могли отчудолить изред сами. Уже случилось потому, что многие еще не веровали святую царю Николаю Второго и ее семьи. Лишь одному Богу известно это. В еще одной московской квартире в одной из ее комнат официально зарегистрировано, что от иконы Божьей Матери умягчение злых сердц или семистрельная начинают мироточиться любые принесенные и поставленные рядом снег иконы. Кстати, начала мироточиться в дженгиболе атомохода Курск. От этого мира после помазания проходят головные боли, полезные горло, ухо, глаз, паралич. А вот из этого маленького складня мироиссякает как из родника и никогда не заканчивается. камень с изображением преподобного Серафина Сарусского. Представляете, камень по воле Господне становится живым. Но это еще не был предел чудесам, которые Бог послал, чтобы люди видели его силу и власть. Мы начали съемку вот с этой иконы Пресвятой Богородицы. Видите, на ней лишь благоуханная мира. Проходит полтора часа, внимательно смотрите, та же самая икона, тот же свет. Видите, красные кровяные пятна под капелками мира. Чтобы не оставалось сомнений, давайте просто сравним эти два изображения. Теперь только остается верить и твердо осозновать, что Создатель жив, и нет для него ничего невозможного. И что без веры никто нам не поможет. А дьявол с удовольствием воспользуется нашим неверием и с радостью предоставит нам временные блага, но ненадолго и с целью вечной погибели. Принцип земного бытия до примитивного просто и понятия. Зелан получил. И не важен критерий оценки совершенного поступка. Будут ли тот земли, свания, почет или слава. Все это ведет к упрочнению телесного существования в мире. Это как гарант от суммы и от тюрьмы. Чем больше регалии, тем сложнее призваться к ответственности. Чем выше положение, тем сложнее прорваться оборону универия. Вот и строятся по всему миру особняк и высших храмов, и владельцы соревнуются укол крепче, и гонятся за званиями, отчастями, славой живущих на земле, интересуя только в виде земли, а с его самим мир. И приступая к делу, человек просчитывает его логику, результат и возможное вознаграждение. А Иисусову молитву так, если вдруг вспомнится, потому как он вроде есть, вроде это просто и миф. Но Творец особенно во времена смут и отступления от веры, вовес голос заявляет о своем зримом присутствии рукотворным образом, то есть без участия руки человеческой производится на свет белые творения Господа. Грузия, исторический музей города Зубдиди. В 1923 году сюда принесли набережные хранения хитон Божьей Матери. Сейчас он хранится в серебряном кофе вместе с несколькими мощами святых. В 8 веке во времена иконоборчества при царстве анни-византийского царя Феофила эта великая святыня была доставлена в Грузию. В 2000 году чудотворным образом на нем проявилось изображение Христа. Село Гаденова, что неподалеку от Ростова Великого Ярославской области. Здесь в храме Иоанна Златоуста находится дзивный животворящий крест. Его история большинству может показаться неправдоподобной и никакие ссылки на документы исторические факты летопись не помогут поверить цен кто готов отвергать веру ради собственного спокойствия и комфорта. Крест был явным людям ночью 11 июня 1423 года близ села Антушково Ивановской области. Согласно летописи пастухи соседних сел вдруг увидели как яркий столб света стал над болотом. В нем образовался крест а на нем спаситель как живой. Перед крестом святитель Николай чудотворец. От креста раздался голос «Будет на всем месте благодать Божия и Дом Божий. Сообщите весь июр всем людям, чтобы на месте всем поставили люди церковь мою». Эпископ Ростовский благословил строить деревянный храм на месте явления чуда. Когда плотники заготовили весь необходимый материал и подошли к указанному месту, то обнаружили там болото. Церковь было строить невозможно. Решили отойти наверху вверх на пригород. Решили сзывали. Работали до ночи и успели заложить первые три венца будущего храма. Придя на утро, с ужасом обнаружили, что на месте начатого строительства рос данная прелюда неслуженных венцов остала и строительных материалов. Огоревав, отправились к епископу. Пройдя около версты, стрепетом ужасом выцехли. Построенные ими и заготовленные материалы посреди болота. И именно на том месте заявился пастухам и рукотворный крест. А следующей ночью прошел синий дождь, образовалась река и вся вода с болота в нем ушла. Место постройки осушилось, приподнялось и образовался холм. Восемьдесят лет спустя в храме произошел пожар. Икону Николая Чудотворца и другие удалось вынести, а крест не подался. Он словно был пригвожден. Долго горел храм, долго оплатки валили невосполнимую потерю. А наутро пришли на топелище и были несказанно удивлены. Крест остался нетронутым огнем, но это было только начало чудес. окутали Россию временно безбожие. Двадцатые годы большевики, распивая в стола и проклятием заклиненные, стали избавляться от русских святых. Вдумайте, столковец слова, вставайте заклиненные проклятием, то есть обреченный на погибель самим сатаной. Что еще можно добавить? Так вот решили и этот чудный крест погубить, но не брала пила и топор отскакивал как от гранита. В итоге, чтобы верующие не поклонились кресту и забыли о нем навеки, облили его соляной кислотой. Краска слизла, а крест остался неподвластным этому всеуничтожающему химическому раствору. В 37 году верующим удалось перенести крест и спрятать его в храме Иоанна Златоуста. Дзеон и Панине радует глаз и чудотворит божественными исцелениями страдающим и мимощным. Субтитры В каждой съемке, помимо запланированных чудес, Господь спасил нам нечто неожиданное. Так было и в этот раз. Везде шел дождь, и небо было плотно закрыто облаками. Но когда оператор навел камеру на купол охраны, тучи разошлись, и появилось голубое небо. Через несколько мгновений, после выключения камеры, загадочным образом плачок голубого неба бесследно исчез. В греческом городе Патра есть церковь святого Ильи Пророка. В ее дворевке Ильи жил один благочестивый яромонах. После ухода его в мир иной, на могилке выросло дерево. Позже, когда это дерево срубили, то на месте среза обнаружили изображение креста. И что примечательно, он имел такую же форму, как крест покойного яромонаха при жизни. Чтобы не подумали, что это какая-то случайность, творец повторяет это же чудо в совсем другой стране, в столице Грузии Тбилиси. Неподалеку от величественного храма Метехи, в свое время находилась церковь святого великомученика Або Тбилисского, считавшегося покровителем города. В благоборческой войне большевики разрушили этот храм, но недавно жители Тбилиси, осознав, что остались без опеки и охраны небесного покровителя, увидели необходимость возрождения церкви святого Або. И построить его решили точно на том же месте, где стояла предыдущая. Готовя взрыв скотлован под фундамент, рабочие срубили рожье там дерево, а на его срезе с изумлением обнаружили изображение нерукотворного креста. Теперь этот крест приносит паломникам чудесные исцеления и напоминает о Христе, как о живом Боге, существующем с нами. Рядом с Москвой стоит небольшая кирпичная часовня. Она расположена над целебным нерукотворным источником, существующим с незапамятных времен и образовавшим естественные купальни глубиной около полутора метров. Человек, окунающийся в нее, никогда не испытывая чувства холода. В свое время богоборцы-большевики, желая отвратить взоры людей от веры, засыпали родник многотонным слоем земли. Но десять лет назад, когда Россия опять стала возвращаться к вере, этот нерукотворный ключ пробил многометровую толщу грунта, и вновь явился аллюзия, неси исцеление и радость. В десяти метрах от часу не пробился и второй источник, незамерзающей водой. Ее температура всегда неизменна, около пяти градусов. Чудно видят чистую, искрявшуюся воду и палетную зеленую траву следи белых снегов и трескучего мороза. Как здесь не вспомнить, имеющий глаза, да увидеть. В ста метрах от этой часу не на пригорке расположен удивительный, по красоте храм, вследствие иконы Владимирской Божией Матери. Здесь совсем недавно произошло событие удивительное и не имеющее никаких зимних объяснений. Обратили внимание, что одна из половых плит неожиданно потемнела, и на ней начало проступать изображение иконы Владимирской Божией Матери. Они вынули эту плиту из пола и поставили рядом с иконами. Что будет дальше с этим нерукотворением известно лишь одному Господу Богу, а нам лишь остается ждать и верить, что чудо, а то и ждальше реальное существование Христа Спасителя, заставит нас вести жизнь, исполненную любви, смирением и добра. Кстати, во время съемок этой икони, церковь замироточила сразу пять икон. В 2000 году, когда весь христианский мир отмечал свой великий праздник, сразу три иконы в столице Грузии и Тбилиси перешли на стекло. В самом центре города, на проспекте Шота Руставели, напротив дома правительства возвещается величественный храм святаго великомученика Георгия, окровителя всей Грузии и столицы России. Долгие годы в нем при входе с западной стороны, высоко под потолком, далеко от алтаря, неприметно висела нерукотворная икона Спаса. Люди, заходя в церковь, редко обращали на нее внимание, и тем более никто перед ней не молился, не ставили свечи. Ее просто не замечали. И вот в один прекрасный день эта икона неожиданно выпала со своего привычного места на пол. Но что удивительно, пролетел несколько метров, ударившись от сверх бетон, стекло, закрывавшее иконы, разбилось и даже не треснуло, а просто отделилось от иконы. Когда эту икону со страхом подняли, изумлению не было предела. Вместо одной иконы на полу лежали две – оригинал и точная копия в негативном изображении. И по сей день обе они украшают храм, но теперь уже с двух сторон алтаря. И теперь это почитаемые сцены святыми. Неужели нам тоже надо непременно пасть в самый низ, чтобы потом, раскаявшись, обратить взор к священному? Кафедральный собор Успения Божьей Матери, или, как его просто называют в народе, Сионский храм. Примерно десять лет назад, сюда, по благословению святейшего и блаженнейшего католикоса Патриарха всей Грузии, или второго, из Иверского монастыря Святой Игорь Афон, привезли точную копию чудотворной иконы Божьей Матери Иверская вратарница. Копия была написана афонскими монахами, и эта икона перешла на стекло и находится в церкви, в пределе святого царя Вахтанга Гургасаны, основателя города Тбилиси. На горе Тацминда, что в переводе на русский «Святая гора», в церкви преподобного Давида Городжийского икона Христа Спасителя тоже отобразила себе на стекле. Сейчас оригинал, ее собственноручная копия, находится рядом. Смотрите, сравнивается, радуетесь. Видите, даже потерплась, имеющаяся на самой иконе, отобразилась и на международной копии. Чудо? Да, но чудо лишь для людей, а для создателя нет ничего невозможного в мире, созданном им же самым. Дорогие братья и сестры, давайте снова вернемся в Грецию, на остров Кахалонья, и посмотрим кадрес, снятый на лубицинской камере. За стеклом старой иконы Божьей Матери, уцелевшей во время разрушительного землетрясения, лежат безжизненные с виду засухшие сцебли лилии. Их сюда за полгода до праздника приносят люди. Принесут живыми, только что сорванными в самых разных уголках острова и ставят перед иконой. Это происходит в Дзене благовещения Божьей Матери. Лилии остаются в храме у иконы на долгие шесть месяцев без воды и солнца. И согласно законам природы, полностью засыхают. И вот, в августе, на праздник успения Божьей Матери, в верхушке совершенно высохшего сцебля распускаются живые белоснежные лилии. Может, это напоминание нашим высохшим от безверия душам о знаке Божьей любви и вечной жизни. Существует та вера, что, прикоснувшись к чудесному сцеблю, не сможет совершить в мирской жизни преступления и злодеяния. И просто какое великое счастье держать в руках живое свидетельство непреходящей благодати, вот уж в истину неисповедимы пути Господни. Ближайшее Подмосковье, каких-то двадцать километров от московской колцевой дороги, Покровская церковь деревни Акулов. Это то, о чем мы вам уже обещали рассказать. Здесь ежегодно в ночь на праздник введения в храм Пресвятой Богородицы с 3-го на 4-е декабря, тихо и незаметно распускается верба. Распускается на каких-то 15-20 минут, а затем спокойно белые цветки вновь заползают на запучки и ждут своего весеннего дня, когда ими положено природу и распускаться. И не важно, какая погода на дворе в эту зимную ночь. Кстати, сегодня было минус 16. То ли вьюга сильная или оттепел, либо мороз трескучий, невидимым, таинственным образом совершается сокровенное чудо. Почему раскрывается невидимое? Оставим этот вопрос на попечение неверующих. Ведь им важно не только получить за свой труд, но и по возможности постараться выставить его на показ всем. А у Господа от скромности его задача другая. Вот он факт чудо-недухаторного. Любуйтесь, радуйтесь, верьте, что Царствие Небесное совсем рядом и открыто каждому. Лег анализации святого должен быть ряд документами установленных фактов. Во-первых, на могиле святого должны происходить чудеса исцелены. Мощи святых могут быть нетоленными или находиться в костях. В некоторых случаях из мощей святых изливается благоуханная мира. Сегодня мы расскажем лишь о маленькой толике чудес, имеющих место по всему миру. Жизнь преподобного отца Иоанна Румина – живой пример постоянного духовного восхождения к совершенству. Мы не станем здесь рассказывать о тех подвигах, которые он совершил за свой короткий земной путь. Преподобный Иоанн покинулся и мир 5 августа 1960 года в пустыне, находящуюся рядом с монастырем святого Георгия Хазавита, что на святой земле. Последние 7 лет он жил в пещере, которая на несколько десятков метров возвышается на долину высохшего хоревского потока и более всего напоминает гнездо птицы. Утром, в среду, 4 августа 1960 года, святой Иоанн, уже знавший о приближающейся смерти, оставил запись об этом в своей пещере. На следующий день, по рассказу игумена монастыря святого Георгия Хазавита, архимандрита Амфилохия, в рации отправилась к пещере преподобного. Придя туда к 10 утра, начали совершать отпевания. Вдруг в пещеру слетелось бесчисленное множество разных отец. Они мешали нам эти читать, тушили свечи, прилетая с места на место, закрывали своими крыльями книги, как будто не хотели, чтобы их погибал этот праведник. После отпевания они положили целое блаженного вглубь пещеры, в один старый гроб, который он заранее себе приготовил. Спустя 20 лет в пещере святого Георгия Хазавита прибила группа греков-паломников из Америки. Они попросили благословения у игумена по этим месяцам и поклониться в гробу отца Иоанна. И когда вытащили одну только лишь доску от гробовой крышки, вдруг вся пещера наполнилась неизреченным благоухами. Все увидели абсолютно нетронутые мощи, как будто их положили сюда всего несколько часов назад. Сюда ни одна женщина из Австралии увидела во сне одного монаха, повелевшего собрать деньги для раки, в которой должны будут почивать нетроненные мощи нового святого. Однако имени своего и места, где находится эта рака, не открыли ей. Вскоре одна из ее знакомых предложила ей поехать в паломничество на святую землю. Среди святых, которые посещала группа, вели монастырь святого Георгия Хазавита. А монахи как раз и увидели на выявлении целокупные мощи преподобного Иоанна Румина. Тогда вспомнила она свой сон и поняла, для кого должна была собирать деньги на раку. С того времени по мне почивает преподобный своими мощами в новоустроенной ежаке, так что каждый может видеть в его полностью сохранившееся тело и прославлять Господа зимного во святых своих. Скептики могут возразиться, подумаешь, всего 40 лет прошло после смерти. Или кровь был какой-то специальный, а или в земле он предан не был. Не можем говорить о том, что человеческое тело разлагается и начинает смердеть уже через несколько дней после смерти. Тем более в условиях нестерпимой жары. Давайте обратимся к следующему примеру. 30 августа 1533 года Господь принял преподобного Александра Свирского, единственного святого в новом завете, которому явилась при жизни Пресвятая Троица. Вся его жизнь стала великим подвигом во имя Бога и Руси Великой. Но сегодня мы поговорим о том, что произошло после его смерти. Итак, Великий Святой был погребен близ Церкви Преображения Господни, что на северо-западе России и подалеку от Петербурга. По прощести 107 лет и 7 с половиной месяцев, мощи святого были извлечены из сыра из земли. Лишь только открыли верхнюю доску гроба, труба разлилась по воздуху благоухами. Из-за писаний 1641 года Одежды, належавшим во гробе, манция и схема, убили целый. Тут же был зеревянный посох. Цела казалась неистлой ушей. Ноги же лежали, как ноги подшившего. Лицо преподобного казалось не мертвым, как у других людей, как безживым, показывая его душевную чистоту и награду, полученную от Бога. А свидетельство нетрадиционно проходило путем сравнивания хорошо сохранившего салика преподобного с изображением на иконах 15 века. Спустя два с половиной столетия пришедшие к власти большевики повели свой решительный бой с верою Бога и ее проявлениями. В декабре 18-го года они тайком увезли нетленные мощи святого из монастыря. А в декабре 1997-го года мощи Александра Свирского были обнаружены в подвалах военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. И по сей день мощи святого находятся и мироточат в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре. Почти пять веков. Вдумайтесь в эту цифру. Пятьсот лет ни земля, ни воздух, ни влага не смогли наложить свою печать на облик великого чудотворца всей России. За это время песок превращается даже в камень, но несущая в себе печать любви Создателя нет мира сего, не подвластно времени. И не надо питаться на эти материалистическую разгадку чудес. Постоянно даваем их людям в знак того, что Творец жив, что Он с нами, что любит и переживает за наши грехи и будущую вечную жизнь. Научившись любить, мы научимся верить. После всего сказанного нам очень хочется привести знаменитое надгробное слово священника Алексея Мечева, или, как его называли в народе, Старец Миру, написанное им буквально за несколько дней до ухода из мира сего. Присмотрите сближненько этой житейской суицей мира. С утра до поздной ночи, от ночи до утра, мир суетится для себя. И вон, правда, минуты войдет человек в храм, обнимет его сила небесной жизни, и он горячей молитвы забудет мир всего страстяна, всего безбожьей жизни, духом понесется в небо. Он готов послужить только для неба, готов своими объятиями обнять все человечество. Он с омерзением смотрит на свои грехи и пороки, и в его душе разливается, как будто особенный мир. Ну вот, опять он вне храма, проходит две-три минуты, и, увы, за прежний мир, за прежняя любовь и вера, дух свет и мирской, и как ураган в пустыне дохнет на прослеживши голоса человека житейской заботой. И снова начинается старая жизнь во плути, снова открывается работа мир и страстям, и так до нового момента подменция духа. А как относятся люди друг к другу? Что прежде всего в этих отношениях? Себя любви, которые во всем видят и ищут только свою ползу? Что мне говорится о страшных грехах, которые порождаются этим самолюбием? И так забивающий Бога христианским мир, опомнись, отстал мирскую суету и познай, что на земле нужно жить только для неба. Когда готовился этот фильм, мы показали, мы оценили одному известному человеку. После просмотра он молча встал и произнес как-то странно. Не поверить в это он не взял, но если поверить, он же жить дальше. Да, к сожалению, мы дожили до времени, когда вере остается очень мало места в человеческой жизни. И сейчас очень кстати вспомнить предсказание преподобного Серафима Вириц, как у чудотворца, сказанное им в самом конце 40-х годов 20-го столетия. Придет время, когда негомение от земли и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны будут воздвигать кресты и золотист купола, а с другой настанет царство лжи и зла. Страшно будет дожить до этих времен. Вот о чем мы хотели поделиться с вами сегодня, мои дорогие братья и сестры. Извините, что отняли я вас час времени вашей земной жизни. Ну, причем время продолжать начать марафон. Спеши сделать намеченное, слукавить, неискренно объясниться в любви, получить выгоду и вместе с тем постараться не забывать, что все приобретенное и накопленное материальное богатство наверняка не понадобится нам другой жизни, вечной вечности, неопротимо существующей за порогом смерти. душа, душа, как плитка ищет слепо, а это след дает ей Бог одна дорога, есть на небо погиб летучей дороги. вечно Clar. вновь неприятно здесь начальше нигде ни путь и хоть же ок их видим страх указывает весь И если ты устал над жаждой, Звать Христу не проночил, Он отложил свою штуку каждой, Спаси, дай будущую. Сегодня каждому возможен Поднять свои дни доли в жизнь, Мой милый друг, пока не поздно Подумай и останови. Лиши в Христе счастливый жребий, Его любовь всему и пол, Одна дорога, местный небо, Погиби тысячи дороги.